К нам в постоянную рубрику «Панорама. Помоги!» обратилась пенсионерка, проживающая в Куйбышевском районе Донецка. Уже больше десяти лет она живет буквально в коммунальном коллапсе. В комнате Лидии Железной отклеившиеся обои, потеки и плесень за шкафом стали привычной картиной. Стены и мебель за это время отсырели и больше двух лет не могут просохнуть. Потому что мокрая была, а потом сыра не топилась, началось свистеть. Вы смотрите, одежда какая вся. Все пропало. Буквально все. Таковы последствия затопления квартиры соседями сверху. Ситуация повторялась из года в год, а затем стала еще хуже. В негодность пришли трубы горячего водоснабжения и канализации. За помощью женщина обратилась в организацию «Управдом ДНР». Жительница почтенного возраста, 90 лет, и живет в квартире с сыном, который является инвалидом второй группы. Конечно же, их финансовое положение не позволяет себе сделать ремонт в квартире. И мы, как ассоциация, постараемся привлечь спонсоров для того, чтобы мы могли помочь достойно провести старость данному человеку в своей собственной квартире. Ну не бросайте. Не бросай. Своих не бросаем. При обследовании в доме выявили еще несколько проблем. В подвале течет канализация, а после обстрела от взрывной волны вылетели стекла. Представители управляющей компании говорят, что не успели устранить последствия из-за кадрового дефицита. У меня на сегодняшний день из шести ЖЭКов и аварийки всего лишь 30 слесарей. В этом ЖЭКе, в котором мы пришли сюда смотреть, слесарей нет. Несмотря на это, к отопительному сезону дом подготовят. Так заверил представитель департамента ЖКХ администрации Донецка. До 1 ноября мы закроем тепловой контур. До 10 числа мы отремонтируем канализацию в этом доме. Потому что, да, есть проблема. И будем рассматривать вопрос по поводу, как помочь 78-й квартире по поводу ремонта этой квартиры после залития. Уже через неделю представители управдома ДНР смогут оценить качество выполненных работ и обсудить смету ремонта квартиры. Грузимся, давайте. Будто не могут поверить в происходящее. Все еще в сверхбыстром режиме жители освобожденных городов и поселков, держа в руках остатки нажитого, а у кого-то и вовсе ничего нет, собираются возле машины команды активистов. Слезы радости не сдерживают, ведь, как говорится, свидетелей не оставляют живых. А повидали они многое. Первая ракета прилетела с украинской стороны. С украинской стороны прилетела. Дом спалили даже. За что? Ну, за то, что они там полностью, как крайний дом, спалили. У меня ничего нет. Украинцы начали забирать детей. Не хотите выезжать, значит мы детей забираем. Все, начали детей грузить. Тогда уже молодец. Это принудительно детей грузили? Да. Белые ангелы. Белые ангелы у них называются. Они сказали, идьте звезды, потому что вашего силища не будет. Мы сказали, нам не туда. То есть они заранее уже знали, что его уничтожат, сотрут землю, да? Да, да, они сказали, что тут все равно ничего не останется. Они с 14-го года говорили, что тут ничего не останется. Кстати, говорю на камеру. Есть такое у них... Так и есть, скотина. Усатюк, лейтенант, он сказал, мы будем уходить, тут камень на камень не залишим. Это не пришли, типа на свою землю. На свою землю, типа пришли. И сейчас по-настоящему уже можно выдохнуть. Впереди только безопасность. Каждый благодарит за это наших защитников. Спасибо мальчикам русским, которые помогали нам выбираться. Женя, особенно спасибо, что он меня по посадкам тащил, что я уже идти смогла. И общественное движение Тонецкой Республики, что нас тут и встретили, и покормили. Условия очень хорошие. Спасибо российским солдатам, что помогли нам выйти. По поручению ГОВДНР, эвакуация жителей не прекращается ни на день. Задачу особой важности выполняет команда общественного движения Донецкая Республика. Выражаем благодарность Донецкой Народной Республике за эвакуацию, за прием хороший. Большое вам спасибо. Мы очень-очень счастливы. Благодарим всех-всех.